В этом видео я соберу самые главные и частые ошибки в фэшн скетчинге маркерами, которые я постоянно встречаю начинающих, когда мне присылают скетчи на проверку. Ну что же, как говорится, предупрежден значит вооружен, поэтому я надеюсь, что благодаря данному видео вы сможете сделать свои фэшн скетчи еще лучше. И специально к данному видео я нарисовала три наглядные иллюстрации, на каждой из которых один вариант правильный, а второй не правильный. Поэтому вы сможете сравнить мои скетчи, увидеть ошибки и понять, как их можно избежать или исправить. Ну что же, поехали! Итак, ошибка номер один. Это тело и общий образ нашего фэшн скетча. Давайте разберем левый неправильный скетч и сравним его с правым правильным. Итак, на левом скетче у нас контур изображен такими дрожащими и прерывистыми линиями. Это сразу демонстрирует неуверенность техники исполнения. И скетч из-за этого смотрится вялым и скучным, без энергии, особенно в сравнении с левым скетчем, на котором линии гораздо более живые, энергичные, пересекаются. Кстати, на левом скетче линии не пересекаются на стыках, и появляется такой эффект неумелой обводки, и изображение из-за этого смотрится плоско и жестко. Нам очень важно в фэшн скетчинге натренировать быстрый, беглый и точный штрих, вот как, например, здесь. То есть данный скетч я нарисовала раза в два быстрее, чем этот, потому что мне было сложно рисовать скетч с ошибками, поэтому я очень старалась допускать ошибки здесь. И вот такой вот быстрый, легкий штрих, он приходит исключительно с практикой. По пропорциям давайте разберем. У левого скетча в целом верные пропорции, но они далеко не модельные и совершенно не женственные. Вы видите, что талия здесь совсем не тонкая, да, вот если сравнить особенно с правым скетчем. Ноги не стройные в таких обмякших джинсах, и все это совершенно не создает образ поджарой, энергичной, длинноногой модели, как у меня на правом скетче. Следующая ошибка – это очень распространенная ошибка в рисовании груди. Новички очень часто рисуют грудь вот именно таким образом. Иногда вот раз лунка и два здесь внизу луночка, появляются, то есть такие половинки огрыженности. И появляются ощущения, вот словно у женщины просто приставлены два резиновых мячика к грудной клетке. Но натуральная грудь – это не шар. Хотя, кстати, искусственная грудь действительно приближена бывает по форме к шару. Вообще, обратите внимание, когда будете смотреть подиумные фотографии или какие-то показы мод, обычно у модели небольшая грудь красивой формы. Во-первых, так лучше сидит одежда. А во-вторых, это не только не отвлекает внимание от дизайна костюма, ну потому что иначе во время показов никто не обращал бы внимания на коллекции и идеи моделиров, просто разглядывали бы женские прелести. В фэшн-скетчинге достаточно лишь намека на грудь, можно просто обозначить ее в легких линиях. Следующее – это очень частая ошибка новичков, и она часто кроется в конечностях. Это кисти рук, стопы и шея. Скажу вам сразу, что руки вообще рисовать очень сложно. Здесь очень важно соблюдать пропорции кистей и пальцев рук. В фэшн-скетчинге не стоит прорисовывать подробно все фаланги, каждый пальчик, то есть вот тут четыре пальца, пятый сбоку. Нет, достаточно показать это условно, наметить несколькими штрихами, указав большой палец, кончик среднего и чуть согнутый мизинчик можно наметить. Стопы тоже важно показывать очень условно, без прорисовки пальцев, и достаточно показать лишь заостренную форму стопы и тонкую щиколотку. Вот здесь я эти косточки указала. Шея в фэшн-скетче должна быть тонкой, и можно даже ее слегка удлинять искусственно, то есть это не такая широкая шея, как на левом скетче. В фэшн-скетчинге очень важны складки на одежде. Смотрите, на левом скетче я не показала складок, и это делает фигуру плоской и лишает ее динамики. Вообще, очень правильно показывать хотя бы основные направления складок. Это вот опорная нога и над опорной ногой на талии, потому что, как правило, здесь талия немного перегибается, на сгибах локтей и можно немного на согнутых коленях. Далее, на левом скетче у меня неправильно наложен цвет. То есть вы видите, что маркером просто закрашена вот так, по диагонали футболка, джинсы залиты целиком, сплошняком, здесь нет ни света, ни тени, все плоско и скучно. Вообще, очень важно накладывать маркеры по форме, держать в голове, что у нас есть некий источник света, и, соответственно, появляются тени и полутени. Это сразу же дает объемность и воздух вашему скетчу. Ошибка номер два. Это в рисовании лица очень часто встречается. И сейчас я подложу светлый листик, чтобы следующий рисунок не был заметен. Кстати, вот предыдущий рисунок оставил мне вот такие пятнышки на этом. То есть не забывайте подкладывать листики, это обычный скетчбук. Итак, разберем верхний неправильный скетч и сравним его с нижним правильным. Итак, мы снова начинаем анализ с контура, то, что я делала линером. Вот неправильно делать его таким сплошным, это делает лицо очень вырезанным и плоским, такой контур безжизненный. Нужны очень быстрые и легкие линии, не замкнутые, да, видите, что здесь сплошняком, а здесь не замкнутые линии. И очень важно правильно расставлять акценты, как здесь у меня в акценте глаза. Все остальное слегка намечено. По волосам. На верхнем лице волосы показаны как слепок из желтой глины, да, словно бы переборщили с лаком для волос, и мы получили такую деревянную укладку из 90-х и 80-х. Волосы фэшн-скетча должны развиваться. Можно специально даже вот выбить несколько прядочек у нее. Получится больше естественности. По шее. На верхнем рисунке шея живет отдельно от головы, и вот чтобы не было такого эффекта, надо бросить на нее просто падающую тень от подбородочка, да, и вы видите, что сразу шея более естественно начинает смотреться. Вообще шея довольно сложная, сложная по форме структура. У нее тоже есть мышцы, это не просто цилиндрик под черепной коробкой. Дальше идем. Глаза. На новичке часто все внимание уделяют вот таким вот длинным ресничкам, готовы их прорисовывать, при этом оставляя сами глаза мертвыми и плоскими, да, и даже не показаны здесь верхние века. Нам очень важно понимать, что глаз – это шар, вставленный в череп. Как бы страшно это ни звучало, и значит на нем будут и свет, и тени. И также не забывайте про зрачки и блики, потому что вот блики белой ручкой, они сразу оживляют очень здорово цвет. Ну их можно ставить, если вы рисуете лицо именно крупным планом, как здесь, да, то есть на вот таком скетче тут не обязательно, ну, во-первых, она у меня в очках, но если бы была без очков, я бы вряд ли стала блики ей ставить, потому что маленький масштаб был бы. По заливкам лица. Вот это очень большая, крупная ошибка. Здесь лицо залито цветом сплошняком, да, то есть вот так вот я просто накладывала бездумно маркер вертикальными линиями, причем где-то линии наложились друг на друга, и кожа получилась такой полосатой. Да, то есть мы вообще можем оставлять большую часть лица незакрашенным, показывать немножечко теней. Кстати, обратите внимание, что тени я здесь сделала холодным оттенком, это очень красиво работает в фэшн-скетчинге и дополняет теплую палитру цветов, то есть получается такая, получается скетч более гармоничный. Ну и ошибка номер три. Это очень часто начинающих встречается в рисовании рук. Ну, давайте сравним тоже два скетча. Вообще, кстати, скажу сразу, что руки – это главная, основная проблема абсолютного большинства, и не только начинающих, но и опытных рисовальщиков, и иллюстраторов. И их можно понять, ведь у нашей руки очень сложное строение, там много фаланг у пальцев, много каких-то мелких косточек, сгибы, запястья, то есть это целая такая конструкция. Ну, давайте посмотрим. В верхней руке очень много деталей, и причем они нарисованы все одной толщины, да, вот эти вот притяжечки, здесь косточки я изображала. Нет никаких акцентов. И вот сравните с нижней рукой. Здесь я использовала разный нажим на маркер, и даже два разных маркера, точнее, вот один такой черный маркер, и второй линиер, которым я прорисовывала вот эти вот более тонкие линии. Так появляется в скетче у вас главное и второстепенное. На скетче сверху все пальцы нарисованы отдельно друг от друга. Вообще в фэшн-скетчинге лучше стилизовать и обобщать, как на данном скетче. То есть вы видите, что здесь я объединила средний и безымянный пальцы в один объем. Таким образом кисть выглядит более элегантной. Еще с пальцами проблема у верхней руки. Здесь очень толстые пальцы с выразительными ногтями. И так вообще получается эффект Фредди Крюгера, или такие старушечьи руки, руки-бабы-яки. Вообще ногти для начала вообще лучше не рисовать. Можно просто показывать чуть заостренный кончик ногтя. В общем, рисование рук все держится на нюансах. Это действительно непросто, но с практикой все это возможно. Ну что же, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Также вы можете получить сейчас мои 12 секретов фэшн-иллюстрации маркерами, просто перейдя по этой ссылке. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие мои видео на тему фэшн-скетчинга. До скорой встречи! Пока-пока!